Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, Иснущий моробек живого дарва. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, Иснущий моробек живого дарва. Господи, Бог, благослови нас в чтении Святого Слова Твоего. Нам могут, Господи, провести это время с пользой. Благослови нас в это дело. Слава Тебе, Дед, Сын и Святой Дух. Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, Посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его И посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда зашла зелень, и показался плод, Тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы, пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, выни, выдергли вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, Чтобы сжечь их о пшеницу, берите в жительницу мою». Это одно из доказательств того, что когда беседуют с протестантами, сектантами, что они говорят о тысячелетнем царстве, что прежде будет вознесение праведника на тысячелет, а потом Христос придет уже в остальное, а грешник будет на земле тысячелет. Хотя сказано конкретно, что оставить до конца, до жатва, то есть жатва кончения века полкования сказано, жнецы – суть ангелы, а плевелы – это суть всяких ереси, которые появятся в церкви. Почему так много сейчас всяких динаминавств, так называемых, конфессий, то есть середиков. Но Господь сказал оставить до конца временных, чтобы вместе с ними не выдрогать хорошую пшеницу, то есть люди, которые в конце концов могут покаяться, и из ереси, и из заблуждений перейти к истинной вере, как сказано в полковании, про материя мытая. Что он будущее, то есть неверующим, Господь его из жизни, это из этой, его не истор, а оставил бы на время покаяния. Ну что сказано. Написано связать, значит связать руки и ноги, чтобы человек не мог делать уже никаких дел, ни добрых, ни крутых, то есть кончение века уже в суд идет. Сжечь, то есть сжечь, ясно, что пламя не Богдина, пшеницу, драй жительницу мою, то есть мою жительницу, то есть царство невесты. Иную притчу предложил он им, говоря, царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетает птица небесная и укрывается ветвяк его. Вот так. Зерно горчичное, как известно, очень мелкое семя, но когда вырастет, написано, а птица прилетает, это ангел, можно сказать, который вырастает, когда дерево, и укрывается ветвяк человек, который сохраняется ангелами, и дает ему наставление в жизни, в его охранении, всякого рода. Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске. Самая кроткая притча во всех Евангелиях, всего один стих. Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Все, толкование, кто-то помнит? Ну я могу помнить, поговорить, я вижу все. Услышал, да, сказано, исполнил. Поверил, исполнил. Поверил, исполнил. Три меры закваска. Все, то есть, вера без тела вертва. Если человек, а душа такая, а женщина это душа толкования, говорит, что. Если человек, как говорится, не исполнил, значит не уверовал, а если не уверовал, значит не услышал, никто не сказал, проповеди нет, откуда вера. А вера слышали. Он не услышал, он не принял сердце, и руками все время ничего не сделал. Остался таким прежде. Есть такое изречение, это в протестантском книжке, я запомнил до себя. Если вера жива, если вера горит, она в деле живому платится. Настоящая вера без дел не сидит, ей без дел, но никак не сидится. Надежда Васильевна, можно вопрос вам задать? Да, я сейчас. А вы когда уверовали? Расскажите. Ну, документы внутренние телеса. Нет, я не знаю, там столько роликов, что... Ну, так вот и занятия могут... По теме, по теме, да. То, что мы проходим, по теме. Да, так это как раз по теме и есть. Надежда Васильевна, видно, что она услышала, исполнила, то есть, видно, что как веришься. Поверил, исполнил. Ну, ладно, дальше. То есть, у них уже видно, что человек. Да, у меня толку. Дальше. Тричетный стих. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притч не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста Моим, изреку сокровенное от создания мира. О притчах говорил, потому что уже сказано было. Почему притчами говоришь к народу, спрашивали ученики? Потому что не дано ему слышать, чтобы не было большего осуждения на них. Поэтому сказано притчами. А ученики способны принять были. Он говорил напрямую. Вы готовы, Нижний Син, ответить на вопрос? Виталия. Да, только кратко, если бы нет. Ну, в интернете все уже записано, и в книгах написано все. Так что... По милости Господне. Ну, когда Господь коснулся моего сердца, это я работала еще в школе, до этого, когда я жила в мире, то сердце было пусто. Просто я ничем не могла удовлетвориться. Ни кино, ни театром, ни танцами, чем я увлекалась. Все время пустота у меня тут была. Ну, а потом, когда пришла в церковь, здесь услышала, увидела, когда первого осталось. И я с миром порвалась во всем. Стала ходить только в церковь, читать Слово Божие. Ну, а позднее, потом, года через два уже приехала на Тихоныче в Латвии. Была встреча, были беседы. Здесь уже конкретно говорили о Христе. Ну, я так приняла веру, так и осталась. У вас, видите, верующие были? Да, у меня мало верующие было, и все. У мамы, отец был священник, и дядя священники были. Но у нас в церкви не было, мы жили в таких местах, и не было в церкви, и я ничего не знала. Но мама что могла, говорила. Мы молились, простились. Ну, все это было неосознанно так, как-то я даже. Жили в мире. Грешили. А потом, когда я уже работала в школе, тогда я уже уверовала. А вы от Слова Божьей, да, уверовали? Или как, в этот момент, помнишь? Да. Ну, я уверовала, и полюбила Слова Божьего. И вообще, я уже не расставалась. По сей день слушаешь, и как будто бы первый раз слышишь. Не можешь насытиться слышанием Слова Господа. Ну, услышал, поверил, исполнил. Что именно исполнил? Что человек исполняет, когда услышит? Ну, я провелась миром, сразу и встала. Стала свидетельство сказать открыто. По выходу, и меня освободили из школы. Ну, что человек услышал? Он услышал веру от слышания, а слышание от Слова Божьей. То есть, он поверил в принесенную жертву Единородным Сыном Иисусом Христом за его грехи, за весь мир Господь распялся, взял грехи всемира на себя. Поверил в это, и потом исполнил. То есть, что Господь нам заповедовал? Также нести эту любовь, эту другим людям рассказать о его жертве, о любви его, о его страданиях, о крови его причисто пролитой. Ну, и в дальнейшем Господь нам дал заповеди евангельские, чтобы мы исполняли. То есть, в этом и есть исполнение. Господь говорит, кто любит меня, соблюдите мои заповеди. Давай дальше. 36 стих. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступив к Нему, ученики Его сказали, изъясни нам притча плевелок на поле. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это Сыны Царствия, а плевелы – Сыны Лукавого. Враг, посевивший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. Жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. И пошлет Сын Человеческий, а ангелов Своих осеберут из Царства Его все соблазны и делающие беззаконие. И ввергнут их в печь огненную. Там будет плащ и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот обратите внимание, что соберут из Царства Его все соблазны и делающие беззаконие. Доказательство того, что сейчас идет тысячелетнее Царство. То есть Господь правит. Хотя есть все в этом мире. Беззаконие все эти тоже творимые людьми. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Вот кто толкование вспомнил, как это он укрывает сокровища. Это укрывать-то никак нельзя. Но тут что-то с другими этими словами скрыто. Утаил от радости о нем. Продает все, что имеет, и покупает поле. Видимо, это как-то связано с неправильным богатством. Человек, который имеет неправильное богатство от Бога, он все, что имеет, на дело Божие пускает. То бишь, на милостыню, на Слово Божие. То есть, сказать, продает все, что имеет, и покупает поле. Это царство Небесное. Еще подобно царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Вот, купец ищет хорошие жемчужины. Ну, кто-то находит разные жемчужины. Кому-то буддизм, кому-то Мохаммед. Для каждого своя жемчужина. Но скажем, что жемчужина именно есть, и Евангелие, и Царство Небесное, истинная жемчужина, включение. Опять же, продал все, что имел, и купил. Продал, то есть, все свои страсти, все свои увлечения, и купил это жемчужину, чтобы иметь ее. И все подобное, Царство Небесное, не воду, закинутому в море, и запотившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, и зыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач, и скрежет зубов. Ясно, что это не рыба жареная будет пахнуть там, а он что-то похуже там. Христос сказал Петру, будет, будешь, станешь ловцом человека. Был ловцом рыб, стал ловцом человека, к себе закинул эти свои, и с помощью Божественной силы собирал учеников. Вот тут сказано, Царство Небесное, которое наполнили, вытащили на берег, и сев, хорошее собрали в сосуды. Это то же самое, что об этом, о плевелах, о плевелах, говорится, то же самое. Да, то же самое, что женицы, что рыбашки, плевелы. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, да, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. То есть он и старые свои знания, которые имел будущий неверующий, будет использовать теперь для Царства Небесного. Все таланты, которые он имел, какие-то, может, араторские, какие-то организационные, трудовые, теперь он будет использовать для Царства Небесного. Вытащил из своей сокровищницы все. И Ветхий Завет вытащил, получается, знания Ветхого Завета, и Новый Завет. Поэтому Ветхий и Новый Завет как два крыла для Царства Небесного. И когда окончил Иисус притча сии, пошел оттуда. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его, и Атар, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами, откуда уже у него все это, и соблазнялись о нем. Как этот человек, не имея образования академического, ни семинария, ни окончил, плотников, сын, печник, и он все знает, и все рассказывает, и изумлялись, и завидовали, ну как так, отец-пастух, мать-то яркая тут, все откуда все это имеет? Не верили. Ну это испытал каждый из нас, когда уверовал, что нет пророка Отечества своего. То есть родные, знакомые, близкие, там кто были раньше, они на это даже, как сказать, на тебя внимания не бросили. Не бывает, если пророк бесчестен только в Отечественной Союзе. Везде пророк востребован, только не в своем Отечественной. Почему-то вот искушение от родных очень сильное. Ну люди не верят просто. Не верят. Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Ну вот и боялся, не боялся убить его, в конце концов-то убил его, приказал убить его, и при том послужило что? И причина всему клятва. Клятва плюс выпивка, день рождения была, и женщина там присутствовала, при этом все это вместе соединилось и послужило вот. И даже страх такой потерял, и безбадал. Второе полцарство, да, не без юмора, вот в этом. Видно, что Ирода-то совесть там мучила, страхи какие-то. Он испугался, и Талит Иоанн сказал, что есть креститель. Он делает чудеса. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Родиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он, с клятвой, обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился от Саня, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать. И послал отсечь клятву голову в темнице. И предание говорит, что уже голову отрезнула Иоанна, Иродиада, иголка, язык истыки, но она же голова на блюде лежала и дальше продолжала облечать. Пока они в конструкционной закопали его прав, но потом ученики нашли и погремли. Ты знаешь, как она закончена? Иродиада? Как? Присообщитель. Присообщитель. Нет, не помню. Присообщитель. Знаете? Расскажите. Она провалилась под лёд. Иродиада. 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 Ты печи хочешь заново пить? Нет, нет, нет. Ну, зачем? Так, и отпечалился царь, но ради клятвы, и возлежащих с ней повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли в отвестили Иисусу толкования. Ирод отпечалился по причине добродетели Иоанновой, ибо и враг обыкновенно чти добродетель. Как и Стефан сказано, когда сидел и перед книжниками-фарисеями рассказывал, видели лицо в лицо ангелы, это из толкования бою. Добродетель, хоть уважают даже враги. Прочу, ради клятвы даёт бесчеловечный дар на погибель себе и приявший его. Познаем отсюда, что иногда лучше нарушить клятву, нежели ради клятвы сделать какое-либо нечестие. Как нарушить клятву? Клятва вообще запрещена. Он в общем говорит. Лучше уже, думаю, принял клятву-то военную, тут сзади Христа, если уверил позже, можно и клятву-то нарушить. Разве не так? Правда. Она уже ничего не стоит. Тело крестителя погребено было Севастией Кисарийской, а честная его голова первоначально положена была в Емесе. Это очень важно для православных знать, где мощи хранятся. Обязательно. Где в Емесе голова и всё лишь, чтобы можно было приехать. Сколько раньше? Первое, второе, третье уже. Сколько этих голов? Голов там католиков было двенадцати. Да. Перенесение было. О чём возвестили Иисусу? Не о смерти Иоанновой, а о том, что Ирод его самого принимает за Иоанна. Об Иоанне же и без того давно было известно. Дальше читаем. Тринадцатый стих. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошёл за ним из городов пешком. Толкование. Иисус уходит по случаю беззаконного убийства Ирода, научая и нас не вергать себя явно в опасность. Уходит также для того, чтобы воплощение его не сочли призрачное. Ибо если бы Ирод схватил его, попытался погубить его, но если бы не Иисус привести попытки погубить его и исхитил себя из среды опасностей, потому что ещё не настало время смерти, то сошли бы его за привидениями. Есть смысл у кого-то по этому поводу? Виталий, есть смысл? Уходит с одного города, да, иди в другой город. Не вергайся в опасность. Где-то в житии рассказывается, как городоначальник разбалил печи, чтобы не ловить христиан. Прям присыл табличку, что христиан, идите бросайте сами в печь. И они прям собирались, добровольно шкиловой бросались, пока это не запретили. Отцы наши, населедские собрания, не вергайся в опасность явно, потому что это может быть как самоубийство даже. Вот это такое дело. Но старайтесь, сколько как себя сжигали тоже. Да. Сжигали дом, сжигали землю. Сжигали, засыпали землю, седали. 14 стих. И выйдя Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их толкованием. Видна вера народа, по которой он идет за Иисусом, когда он удалялся. Почему в награду веры получают исцеление? Знак веры и то, что люди последуют за ним бешие и без пищи. Дальше. 15-16 стих. «Когда настал вечер, приступили к нему ученики и его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Толкование. «Человеколюбивые ученики и посему заботятся о народе, и не желают оставить его голодным». Говорит так не потому, чтобы не знал, в какой скудости были апостолы, а для того, чтобы дабы когда объявят они о своем недостатке, оказалось, что он приступает к чудотворению не по словолюбию, а по нужде. 17-19 стихи. «Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возречь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Толкование. «Принесите мне, сказал сюда, хлебы, ибо хотя поздно, но я творец времени, хотя место пустое, но я тот, кто подает пищу всякой плоти. Здесь научаемся тому, что, имея и малое, мы должны потреблять то на гостеприимство. Так как и апостолы, имея малое, отдали все народу, но как малое их Господь умножил, так умножится и твое малое. «Господь велит народу возречь на траву, научая умеренность, дабы и ты покоился не на драгоценных одрах и коврах, а на чем случится. Потом взирает на небо и благословляет хлебы. Это может быть для уверения, что он не противник Богу и пришел от Отца Небес, а вместе и для наступления нам, чтобы мы, приступая к терапезе, благодарили и потом уже вкушали пищу». Ну, по стиле понятно. Особенно это прочувствуют, когда побывают люди у нас в лагере, на наших матрасах поспят. Без спада, без матрасов. Ну, тем более без матрасов. В палатах и в шалашах. А вы на матрасах пошли. Да, мы еще на матрасах. Без матрасов, чем на таких матрасах. Да, матрасы там хорошие матрасы. Да, матрасы. Живот. Не, ничего, все живые. Потому что Виталий, учись. Что учиться? На грех матрасах спать? Смиряться, смиряться. Смиряться? Не знаю, не знаю. Насколько? Кто как? Да, на суть. Есть слава Богу, нет. Наша слава Богу. Дальше 20-21 стихи. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей толкования. Дает хлебы ученикам, дабы они всегда помнили о чуде и никогда не выпускали его из мысли, так как и они скоро забывали. А чтоб ты не выдумал, будто чудо было призрачное, хлебы умножаются, а именно двенадцать корзин оказывается остатком для того, чтобы и Иуда понес, и не устремлялся на предательство, помышляя о чуде. Умножает и хлебы, и рыб, да покажет, что Он творец земли и моря, и все, употребляемое нами в пищу от Него, подается и им умножается. Чудо было в пустыне, дабы кто не подумал, будто в ближнем городе купил хлебы и разделил народу. Нет, то была пустыня. Это историческое изъяснение. В духовном смысле, разумеет, следующее. После того, как Ирод, то есть плотский, грубый, иудейский ум, Ирод означает плотской ум, обезглавил Иоанна, главу пророков, то есть не поверил пророчествовавшим о кресте, Иисус отходит в пустое место к язычникам, кои пусты в отношении к Богу, и вращует недужных душой, а потом питает их. Ибо если не отпустит нам грехов, и не увращует недугов посредством крещения, то не напитает нас причащением, причистых тайн тела и крови своей, так как никто, не крестившийся и не покаявшийся, не причащается. Это все подчеркнуто. Жены и дети исключаются из числа. Это значит, что христианин не должен иметь ничего детского, женоподобного, не мужественного. Посчитать, сколько мужчин потеряют, когда живет, так, конечно, у нас население потеряет, как казано, там, 20 мужчин, не считай, женщин и детей. Геннадий нашлапный комментарий. Смотрите пояснение выше о том, что такое истинное причащение и крещение, и в каком случае от них будет польза. То есть тут питание хлебом и рыбой сравнится с причастием, а то, что они шли в пустыню, это как бы вот крещение. Отпущение грехов, по просьбе. 22 стих. И Тача спомодил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ от толкования. Отпущение народа означает, что Господь не хотел сопровождения, дабы не показаться честолюбивым. Сейчас никто из депископов не хочет показать честолюбивым? Не будет. 23, 24 стих. И отпустив народ, он зашел на гору, помолился наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Толкование. Показывая нам, что должно молиться без развлечения, восходит на гору и во все делает для нас. А сам он не имел нужды в молитве. Не имел, но молится. Молится до позднего времени, научая тем нас не скоро оставлять молитву, но совершать ее особенно ночью, когда бывает наибольшая тишина. Опускает ученикам бедствовать на море, да научатся мужественно переносить искушения и допознает силу его. То, что корабль был среди моря, показывает наибольшую опасность. Мы про ночную молитву не будем ничего говорить. Я только одного человека знаю, кто ночью море согнать и тихо, лишь. Сам полчаса не встал, получалось, а потом никак не возле его. 25-27 стих. Да есть много людей, которые умерли. Ну, я верю из окружения обмирачивался. Ну, просто. Мне тупо известно. Мология молится ночью. Стоит. Затаус пишет, что ребенка подними ночью, там, ну, для амболитву поставь. Это уже высшая степень добродетели. Смотрели сегодня ролик про ребенка, на тихо, что он такой слегка обиживый был. Он там и решал. Днем не мог поднять его, а если ночью поднять его, он и молитву. Так, неизвестно, неизвестно. Могу исключения, конечно. 25-27 стихи. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и заговорили, это призрак, и от страха скричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Толкование. Не тотчас ли стал им для украшения бури. Но уже около четвертой стражи научает таким образом не скоро просить удаление бед, а переносить их мужественно, с благодарением, и потом, когда уже много пострадает, просить избавления от напасти. Ночь разделялась у преемственности легущих воинов на четыре части, так что каждая стража содержала три часа. Третий час, это двенадцать, неизвестно. Это нас научает Христос, если Господь не слышит наши молитвы, значит надо потерпеть, даже если слишком нас бросает в лодке этой, в море этого мирского. Нужно потерпеть, и Христос придет на помощь. Терпение должно иметь и совершенное действие. Учит апостол Петр. Двадцать восьмой, тридцать третий стихи. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. И Иисус, тотчас, простил руку, подержал его, и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно Ты Сын Божий. Толкование. Зачем он захотел проводить? Зачем, видимо? Хотел испытать, может, силу Божию на себе? Или вера своя? Петр известен с вами такими. Вот только когда и зачем. Не понятно. Наплыви в лодке, надо по воде. Еще на встречу, причем Иисус идет в лодку, он не дождался, а на встречу Иисусу пошел. Горячность. Горячность, да. Горячая любовь к Господу. Пылкость сердца, что ли? Сколько раз он страдал под этой горячностью? Ну, Господь смирил. Душу положил, ну, трижды отрекся, да? Да, трижды, да. Петух пока скричал, кто-то трижды отрекся. И ухо отрубил работал малому мечом-то. Воинственным прочим. Но Христос сказал, вложи меч твой в ножны. Оружие-то не христианское. Толковое. По пламенной любви к Своему Христу Петр желает в этот час приблизиться к Нему и прежде прочих. Показывая силу, Свою Господь подослал к Петру море. Но смотри, Петр, преодолев большую опасность моря, убоялся меньшего, ветра. Так слаба природа человеческая. А как скоро убоялся, то час начал тонуть. Значит, когда ослабела вера, тогда последовало потопление ветра. Это научило его невысокомудрствовать и послужило к успокоению прочих учеников, которые, вероятно, позавидовали Петру. Кроме того, это показало, как высший их Христос, который так долго ходил по водам, между тем, как Петр едва не утонул. То есть, по-разному нужно ходить всегда, да? То есть, такое... Было такое Христос, когда ученики начали спорить, кто выше. Это тоже было, исследовалось, в предыдущем стихе рассказывалось, как Христос похвалил кого-то, и ученики начали уже, похвалу принял кто-то больше с учеником, и начали соревноваться, кто ближе к Господу, кто выше. И он тогда уже и всех их как бы смирил тоже. Таким образом. Ополкование продолжается. Показывает, что не ветер был виной утопания Петра, а малодушия его. Христос украшает не ветер, а малодушия Петра. Посему, когда поднял Петра и поставил на воду, ветру позволял еще дуть. Петр называется не неверным, а маловерным. Тогда и бывшие на корабле освободились от страха, потому что ветер утих. Из сего, познав Иисуса, они исповедуют божество его, ибо отходить по морю свойственно не человеку, а Богу. Пс. 76-20 стих. Путь твой в море, и стезят твоя в водах великих. По духовному изъяснению, корабль означает землю, волнение, тире, жизнь, века сего, возмущаемую злыми духами, ночь неведений. Христос предстал четвертую стражу, то есть в конце веков. 34-36 стих. И, переправившись, прибыли в землю Генесаревскую. Жители того места, узнав его, послали во все в крестность и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались и исцелялись в толковании. Так как Христос прежде долгое время пребывал в земле Генесаревской, то жители ее узнали его и повели по чудесам и обнаружили в себе столь теплую веру, теплую, хорошо сказано, не горячую, тепло-хладную почти, что желали прикоснуться хотя к краю одежды его, и те, кто прикасались, получали исцеление. Так и ты прикоснись к краю одежды Христовой, то есть к скончанию жительства Христового плоти. Ибо если будешь веровать, что Христос родился, умер, воскрес и вознесся, спасешься, так как одежда есть плоти его, а край всей одежды означает конец его жизни на земле. Ну и все, сегодня тогда. Если нету никаких мыслей, можно закончить. Да, есть какие-то мысли, можно продолжить, так же сказать. Вот и нельзя спешить в пятом стихе пенады, что восходит солнце и заводит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. То есть это в ветхозаветной видео написано «Ой, Господи, что суетится, что сует на той суеты земля, созданная для людей, пребывает, а сам человек, Господин земли, мгновенно разлагается вправо». что сует...» «Ой, Господи...» «Ой, Господи...» «Ой, Господи...» «Ну, все, тогда помолимся. На количество людей количество времени небольшое. Прошли полторы годы, то есть такого прогресса не было вообще. Достает учительство руководства. Достойный есть? Нет. Свети святой. Он, Его, верши в благодать, нечистая Дева, радуйся, и по перегу радуйся Твой, Сын, воскресе, иди на дробах, и мертвые, воздвигнувые люди, и веселитесь, святись, святись, в Новый Иерусалиме. Слава Бога Господня на Тебе, и в Осия. И в Гуйны и веселись, в Сионе, ты же чистая красавица, Бог Родица, в восстание Рождества и Бога». «Ой, Господи...» «Ой, Господи...» Осталось бы сегодня собраться в небольшом количестве. Мы стали свидетелем о сполнивании недостаток людей нашими занятиями. Благослови, Господи, чтобы люди чаще собирались, приобрели опыт Твоих слушаний закона Твоего. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Боих Ханин». Аминь.